здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на канале арт зирка сегодня мы будем рисовать классного котика новогоднего новогодние шапочки деда мороза и так приступим я решила сделать рисунок немножечко необычный он будет в круге ну почему бы и не внести что-то новое интересное в нашу работу как всегда для работы нам понадобится краски гуашь или акварель альбомный лист простой карандаш ластик баночка с водичкой кисточки и конечно же хорошее настроение как всегда для начала мы делим наш лист пополам и еще раз пополам для того чтобы найти центр нашего листа далее мы рисуем круг конечно же с первого раза он не получится мы рисуем много кружочков а потом просто простым карандашом выберем тот который нам понравится и будет более подходить на круг да конечно мы можем взять и тарелку обвести но мы же художники поэтому пусть немножечко наш круг будет и кривой но он сделан нами самостоятельно и так сделали мы круг дальше в центре мы рисуем голову нашему коту голова похоже точно также на коробку и так нарисовали круг ушки треугольники глазки кружочки носик треугольничек и вверх идут полосочки хочу вам напомнить дорогие друзья обязательно обязательное правило не давите сильно на карандаш да я знаю что очень тяжело контролировать свою руку но пожалуйста потому что бывает так что ошиблись хочется эту линию лишнюю стереть а карандаш так сильно въелся прям в бумаге оставил след что гриф мы можем стереть а вот этот вмятина она прям в бумагу впечаталась ну вот так я вас предупредила дорогие друзья я вижу что и мой рисунок он такой легкий мягкий я специально не давлю и в правом верхнем углу для вас висит та картина которая у нас получится в конце видео я уверена что у нас все получится вместе с вами и так легкий карандашный рисунок уже у нас готов пришло самое волшебное взяться за краски но для того чтобы взять краски нам нужно подготовить наш карандашный рисунок нанесению красок для этого нам необходимо стереть осевые линии те те самые до который мы рисовали в самом начале и так и легко легко мы можем по всей работе пройтись ластиком для того что мы будем рисовать акварельными красками конкретно я поэтому простого карандаша должно быть незаметно минимизировать так как акварельные краски легкие не плотные они не укрывисты из-за этого может простой карандаш просвечиваться даже через несколько слоев краски вот так дорогие друзья поэтому легко я набросала контур котика и стираю его я уверена что у вас все получится рисунок простой я не тру как бы ластик не стираю его рукой остатки для того чтобы не отпечатать на листе жир который у нас есть на ручках потовые железы наши и так я смахнула все большой кисточкой можно также сдуть и не самое волшебное самое интересное время приготовить свет для фона фон у нас такой голубоватый немножечко березовый как же его приготовить да конечно без белого никак для этого я возьму еще и белую гуашь и сделаю замес этот замес у меня будет на основе белой гуаши вот видите я немножечко взяла зеленого цвета и немножечко голубого и так я смешаю три цвета между собой и получится такой плотный плотный голубой цвет голубой кому-то он бирюзовый посмотрите у каждого свое видение и плотно плотно мы покрываем фон начинаем из фона и кисточкой проходим всего котика чтобы у нас аккуратный получился рисунок нам мы можем схитрить мы можем как будто бы обвести так котика по контуру а потом дальше закрасить уже те все свободные места это все очень просто делать самое важное здесь внимательно чтобы у нас ничего не потекло и постоянно нужно контролировать кисточку чтобы не потекло на кисточке что для этого нужно во первых не берите сильно толстую кисть особенно если вы начинающим потому что толстая кисточка пьет много водички и соответственно ее тяжелее проконтролировать может любой момент потечь берем среднюю кисточку у меня кисточка номер 4 форма у нее плоская материал синтетика и так какие кисточки лучше я вам прикреплю видео вот под этим видео в описании вы сможете посмотреть так пришло время приступить к нашему котику какой он классный волшебный я решил ему сделать такой бантик зеленый немножко его набросать карандашом раз есть бантик значит будем его делать сразу в цвете я взяла зеленую краску и рисую такую ленточку как ошейник с бантиком нашему котику так легко и просто карандашом вы можете фантазировать или любым другим цветом делать кота а дальше конечно же хочется новогодние шапочки приступить я беру яркий алый красный цвет прокрываю шапочку красным цветом не забываем что у нас акварельные краски соответственно то что белая мы просто оставляем белый листик тут же у меня есть капелька гуажа и я белую краску смешала с красной получился мягкий розовый оттенок я сделаю ушки нашему котику и конечно же еще и носик он розового цвета наш треугольничек не забываем сразу делаем и дальше сделаем грудку нашему коту грудка белая но белый часто пачкается дорогие друзья поэтому если даже он у вас немножечко серый голубый не переживать этого видно не будет потому что наш котик будет черного цвета только часть мордочки и грудку будет белый так как противоположные цвета и будет рядом друг с другом белый черный то даже серый станет белым ну вот как то так получается и конечно же сразу вводим зеленые глазки мне нравится глазки делать можно сказать в самом начале почему потому что очень интересно смотреть когда на тебя уже животные смотрят за глазами ну это так вот у меня такие причуды а дальше беру просто черную краску черную причерную как сажа газовая и рисуем черным цветом нашего кота шаг за шагом никуда не торопимся потому что черный цвет он очень коварный если уж потечет то исправить будет квадро тяжело квадро это значит очень очень сильно тяжело если вдруг потечет сразу вам расскажу не волнуемся берем сухую кисточку ту каплю которая потекла как бы подхватываем и дальше ждем вот ну ничего не надо тереть это место тут же пытаться замазать другим цветом не надо ничего делать ждем когда высохнет высохла положим белую гуашь опять ждем высохнет и потом уже наводим голубой там цвет или какой у вас красный что там рядом да чтобы вот замаскировать тогда все получится но именно нужно набраться терпения черным цветом мы покрыли туловище нашего котика я вам сразу рассказала как избавиться если вдруг что-то потекло чтобы не текло нужно покрывать очень хорошая кисточка что значит хорошая кисть ту которую вы чувствуете можете контролировать чтобы эта кисть пила немного воды потому что большая кисть пьет много воды соответственно больше воды тяжело контролировать берите маленькую кисточку маленькой кисточкой не потечет плюс всегда выжимаете кисти дорогие друзья а я вам хочу напомнить если вам нравится видео обязательно ставьте лайк жмите колокольчик подписывайтесь на канал арт зирка делитесь видео с друзьями так классно рисовать вместе обязательно делитесь видео и рисуйте всем классом друзьям своим так классно ведь сравнить потом у кого какой котик получился итак мы дальше прокрыли сохнет и немножечко смотрите у меня кисть плоская и я сразу же делаю такую шерстку ну и получается очень интересно прокрываем лапки белой гуашью бубончик немножко проходимся по шапочке чтобы это было более интересно и дальше придет самый интересный период это мы делаем снежочек снег идет белый я беру белую гуашь просто делаю точки повсеместно по всему моему голубому фону у меня фон голубой насыщен поэтому белый снег видно если вы возьмете прям бледный 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 то конечно и не будет видно даже снега итак делаем глазки классный глаз это три кружочка большой средний маленький вот у нас все получилось большой средний маленький дальше беру самую тонкую кисточку которая у меня есть форма круглая материал синтетика номер единичка и рисую шерстку внутри черненьким также носик розовым и будем постепенно наводить всякие детали бантик усики точечки блики для того чтобы наш котик был более живой более настоящий и в то же время праздничный он у нас такой и новогодний решила я еще добавить зеленый цвет в глаза чтобы усилить нашего кота чтобы он был более выразительный такой конечно же наведем еще ему бровки белым цветом белый отлично белый гуашь отлично ложится на черную акварель видите как можно смешивать окажется краски между собой потому что они все водорастворены итак немножечко возьму бордовый цвет или насыщенный красный и пройдусь по шапочке чтобы она была более объемной тонкой кисточкой обвожу носик бубон чтобы он был такой у нас прям пушистый и немножечко делаю пушистым котиком с краюшку рисую тонкой кисточкой как будто бы шерстка у него такая итак дорогие друзья я считаю что наш котик готов дорогие друзья я уверена что у вас получилась классная работа поэтому обязательно присылайте мне видео на арт зирка в инстаграм пока пока до новых встреч